Анилин. Его свойства и применение. Ароматические амины — это амины, в которых аминогруппа непосредственно связана с ароматическим кольцом. Ароматические амины являются более слабыми основаниями, чем аммиак, поскольку неподеленная электронная пара атома азота смещается в сторону бензольного кольца, вступая в сопряжение с его π-электронами. Наиболее слабыми по основным свойствам оказываются ароматические амины, затем аммиак и олифатические амины с увеличением от третичных к первичным. Анилин, фениламин, С6, H5, NH2 — важнейший из ароматических аминов. В состав анилина входит NH2-аминогруппа, функциональная группа и фенилрадикал С6, H5, которые оказывают взаимное влияние друг на друга. Анилин представляет собой бесцветную маслянистую жидкость с характерным запахом. Температура кипения — 184 градуса Цельсия, температура плавления — минус 6 градусов Цельсия. На воздухе быстро окисляется и приобретает красно-бурую окраску. Ядовит. Для анилина характерны реакции как по аминогруппе, так и по бензольному кольцу. Особенности этих реакций обусловлены взаимным влиянием атомов. Для анилина характерны свойства бензольного кольца. Действие аминогруппы на бензольное кольцо приводит к увеличению подвижности водорода в кольце, в орто- и пароположениях. С одной стороны, бензольное кольцо ослабляет основные свойства аминогруппы по сравнению с алифатическими аминами и даже с аммиаком. С другой стороны, под влиянием аминогруппы бензольное кольцо становится более активным в реакциях замещения, чем бензол. Например, анилин энергично реагирует с бромной водой, где в ходе реакции образуется 2,4,6-3-броманилин, белый осадок. Эта реакция может использоваться для качественного и количественного определения анилина. Рассмотрим свойства аминогруппы. Несмотря на то, что бензольное кольцо ослабляет основные свойства аминогруппы, анилин реагирует с кислотами. Например, взаимодействие анилина с соляной кислотой приводит к образованию соли, хлорид фениламония. Практическое значение имеет реакция взаимодействия анилина с азотистой кислотой при пониженной температуре около 0 градусов. В результате этой реакции, реакции диазотирования, образуется соли диазония, которые используются в синтезе азокрасителей и ряда других соединений. Анилин способен к реакциям окисления. Ароматические амины легко окисляются даже кислородом воздуха. Являясь в чистом виде бесцветными веществами, на воздухе они темнеют. Неполное окисление ароматических аминов используется в производстве красителей. Эти реакции обычно очень сложны. Основной метод производства анилина в настоящее время — восстановление нитробензола нагреванием с чугунной стружкой в присутствии небольшого количества соляной кислоты. Применяют также и другие методы — восстановление нитробензола, катализатор карбонат-меди, аманолиз хлорбензола и другие. Изначально анилин получали восстановлением нитробензола молекулярным водородом. Практический выход анилина не превышал 15%. В 1842 году профессором Казанского университета Николаем Николаевичем Зининым был разработан более рациональный способ получения анилина восстановлением нитробензола — реакция Зинина. При взаимодействии концентрированной соляной кислоты с железом выделялся атомарный водород, более химически активный по сравнению с молекулярным. В реакционную массу вливали нитробензол, восстанавливавшийся до анилина. Анилин находит широкое применение в качестве полупродукта в производстве красителей, взрывчатых веществ, лекарственных средств, сульфаниламидные препараты, полимерных материалов — анилинформальдегидных смол. Субтитры создавал DimaTorzok